Доброе утро, мои дорогие! Хочу вам показать нашу северную природу в полярную ночь. Вот то, что сейчас, это самое, ну, самое рассвело, скажем так. Сейчас так недолго, потом раз и опять темно. Это Ленинградка, объездная дорога. Покажи, там он может, мусор внизу. Хочу вам сказать, это один из наших поселков, немногих на самом деле, хорошо организованных, с красивыми домами. Называется Огнемурманска. Там наверху большой такой замок, развлекательный комплекс, как его назвать. Тоже Огнемурманска, там купальня, номера, рестораны и так далее. Такие вот имеют виды. Сверху. Сейчас чуть-чуть получше поднимемся, у нас больше вене. Там вдалеке видна вода, это Верхнетоломство и водохранилище. Вот оно как раз и переходит в залив. И залив уже попадает в Баренцево море. Вот зублитель. Вот он. Получается, там внизу река Тулома, потом Верхнетоломского дохранились чуть дальше. А сюда ближе к нам, и вот назад. Польский залив. И далее в Баренцево море. Дорогу эту нам сделали объездной не так давно. Очень такой богатый проект. Просто все снесли, прорубили. В Сопках. А вот там вдалеке мост через залив. Прорубили просто такие проходы в Сопках. Раньше здесь была дорога более узкая, и это расширили, полностью все обновили, сделали разделители. В принципе, все сделали с нуля. Очень живописное, удобное. Теперь добираться с одного конца в другой конец города, снова гораздо проще. Это окраина города. И вот там вот, если смотреть чуть за деревьями и дорогой, стоят девятиэтажки. Там жила баба Люба, наша мама Люба. Раньше в одном из этих домов. Это уже выезд из города. Ну, снега у нас не больше сейчас, чем в Москве или где-то. Совсем немного снега. И холодать начало только совсем недавно, наверное. Две-три недели назад пошли морозы. Климат меняется, это однозначно. Что-то происходит. Какие-то изменения. Мы выезжаем из города. С дороги мы свернем, потому что едем сейчас на кладбище довестить Алинину могилу. Второй день. У нас какой-то более свежесть головой. Взяли малыша с собой, Гришку. Он в храмах не участвовал. Посмотрит, где Алиночка, его тетя, хоронена. Мы подъезжаем к городу Кола. Ему... Сколько ему лет? Ему что-то лет 500, что ли? Сколько? 800 какого-то года. А, 1565. Я говорю, что 500 лет слишком. Почти 500, даже сейчас 2065, ему будет 500 лет. 500 лет. Получается, что рядом с Мурманском городок небольшой. Мурманску 100 лет, а это 500. Хороший, уютный городочек такой. Здесь вчера Алину и отпевали. В этом городе рядышком. Церковьечка маленькая. Такая. Так уютненько получилось по-домашнему. Прямо хорошо. Прямо хорошо. И как-то лома. Лома же я, правильно? Да. Кола под носку. Городское кладбище находится за городом, в небольшом удалении. Это ехать километров в 10, наверное. Добывают электричество потихонечку. Это вам не к сетям подключаться. В настоящие ветряки. В Черноморске, да. Там тоже, кстати, ветряки. Здесь крутится там. Что-то в основном они как-то стоят. Алина там наверху, на самой сопочке наверху похоронена. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот я что хотела вам сказать, мои дорогие Субтитры делал DimaTorzok Больше месяца все мы это снимали Все это очень тяжело Но вот этим видео я заканчиваю цикл этот И хотела вам еще раз обратиться к вам За это время вы мне стали не просто подписчиками, а друзьями и практически родными людьми Это я, это не какие-то слова, это вот прям от всей души Я так вам благодарна, вы так поддержали меня Спасибо вам огромное, спасибо Дай вам Бог всем здоровья Вам и вашим близким Субтитры делал DimaTorzok Алинка всегда останется с нами Все это еще надо пережить как-то Ну, что делать, жить надо дальше Есть дети, есть внуки Вот на саночках повезла мама его Спасибо вам всем огромное за поддержку Я вас всех очень люблю О, какой охранник сидит Красавец какой Вот, Костя говорит, за год люди построили Вот такие дома Ну, это надо сколько денег иметь Ага Нос, главное, снегу у него Вот такие поселки люди строят За полярным кругом А тут недалеко от города совсем Прям Кончается город и Поселок Начинается здесь, конечно, природа Но все равно я так отвыкла От холода, от севера От этой полярной ночи Это же вот Ну, всего Часа полтора вот так светло А потом опять темень Я вот Думаю, хоть поснимать пока светло А у нас лишь камни видно Ну, в достатке скалы Вот 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 Кинамика скалы Красивая Прям как в Финляндию приехала Понятно, что еще все строится у людей Но А мы к ним зайдем, что ли, да? К Андрею У нас тут Дружья Костины Переехали Сюда Они у нас Везде были соседями И в Болгарии были соседями И тут соседи Игорь, я даже нисколько не удивилась Что вы опять рядом живете Что-то грохают, да? Что-то Дорогу строят А, дорогу строят Грохают Потом будете в дырку в заборе, да? Ходить друг к другу А мы калетку взяли Калетку Ну, а что вы думали, что Можно сделать такие две воротинки И зимой открыть их Ну, типа, такие две калетки И сверху у нас прямо от фундамента От дома Горка такая идет Насыпать горку И кататься на санках От вас к ним во двор Да, во двор к ним И там прям к ним скатываться Здорово Можно сделать длинную И детям будет очень классно Прям реально, ну, смотришь Вроде по уклону По всяким делам Супер Испективно все получится Люди к Новому году уже Готовятся В окнах Холодно только Вроде 10 мороза Но для меня уже Холодно Нету, да? Такие домики Это оказывается их дом Только их дома нет Они в городе, наверное Интересный такой дом А это тоже домушка их Вот та домушка Это баня, да Баня Здорово Пока строится Пока-то все Слушай, интересный дом такой У него гараж Ну, внизу классный Там для техники У них маленькие ворота На белые ворота Там внизу прачечная Всякие эти хозяйственные дела Ставровки большие Хорошо Мне нравится, что лес вокруг прям Ну, не попали в гости Ладно Саша Саша Зачем он там Воспользовался? Тебя надоело? Уже темнее Прошло Так все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому